Видео журнал Горячий Мастер представляет Второй этаж или мансарда Если вы не понимаете мансарду у вас или второй этаж, то вам нужно залезть на крышу и посмотреть Если весь ваш потолок утеплен вот так вот чем-то засыпанным сверху от края стены до другого края стены под всей крышей, то значит у вас одноэтажный или двухэтажный дом А если ваш чердак вот таким вот образом утеплен какими-то утеплителями и вы живете непосредственно в чердаке, то тогда это у вас мансарда Делать на чердаке мансарду или не делать это решение ваше и у меня есть много видео на эту тему Но сегодня я хочу поговорить о том, как вообще дорого решение делать мансарду, либо строить полноценный этаж Сейчас перед вами фото, которое прислала мне моя зрительница и сказала Вот я строю вот такой дом И тут же я говорю, а почему вы не потратили немножко больше материала, вот такую вот пачку блоков дополнительно Чтобы ваш вот этот вот дом, который получился в итоге мансардным, выглядел немножко иначе Она говорит, а о чем вы говорите? Мне выдали проект, по которому я построила дом А я ей говорю, что вообще-то посмотрите, вот я ей вот такие вот картинки отправил Что можно было вывести стены до уровня полноценного второго этажа И в общем-то это практически ничего бы ей не стоило от общей массы строительных работ и материалов в этом доме В то же время она сказала, а мне никто об этом не говорил ранее, что может дом быть полноценный двухэтажный, раз есть проект В итоге у нее получилась вот такая вот крыша, которая является мансардной крышей против той, что вообще может быть Посмотрите, какая разница в итоге на внешнем доме, на внешнем виде дома это никак не сказывается Но полноценный двухэтажный дом при стоимости оценки он всегда значительно выше дома мансардного Потому что многие считают, что в мансардном доме есть свои проблемы, есть скрытые полости Которые могут использоваться и другим, в общем-то, животным миром И многие считают, что это не совсем нормально И вот в итоге получается, что вот женщина, не понимая вот эту ситуацию В общем, строила, как говорят в одной демократической стране, строила то, что строила А я также комментирую, ну посмотри, ну вот в итоге, вот там, где сейчас вот это выделено красным Получились просто вот такие вот колонны из этого хрупкого материала Что я не знаю, тот, кто это проектировал, как вообще допустил такое Ну, женщина, конечно, в итоге оказалось, что она это не построила Она взяла эту фотографию откуда-то, в итоге она оправдалась Ну, хотела строить вот это И я говорю, конечно, любые подобные дома Материал это действительно хрупкий В моей классификации материал альтернативный Не подтвержден по своим срокам службы Сколько он там лет прослужит Нет таких данных, кто-то говорит, где-то там, в Германии Это все, все это в Германии, это силикатный блок Это наш большой, это наш силикатный кирпич, только больше Но никак не газа и не пена Я говорю, ну, во-первых, в таком доме должны быть еще и какие-то Армопояса, потому что этот дом должен быть действительно Как-то укрепляться дополнительно Должен быть какой-то армокаркас И вот я показываю вам на картинках Вот видите, вот я нарисовал, что должны быть какие-то армопояса Армопояс это то, что идет вот посередине высоты дома И верхний пояс это уже под мауэрлат, под строительство крыши Так как крыша будет распорная И так как материал довольно хрупкий, он не сможет держать распорную крышу И нужно что-то заливать именно из бетона, с арматурой Если вы не знаете, что заливать, посмотрите справочную информацию Я вас не могу в одном видео научить строить дом от начала и до конца Я просто показываю, какие работы не были доведены, как говорится, до конца и до ума Но это еще не все, потому что я сказал, что обязательно нужно Там, где люди закладывают огромные окна, огромные проемы, огромные такие вот пролеты Нужно устанавливать еще и бетонные колонны Вот сейчас вы видите, эти колонны вот мигают Это получается практически армокаркас этого дома, только в определенном месте Конечно, кто-то скажет, что есть и другая терминология Можно назвать это что-то по-другому Я называю так, как это люди говорят, простые между собой Чтобы понять, о чем я говорю, а не о чем кто-то там чего-то там бухтит с умным видом Понимаете? Поэтому, если я бы контролировал строительство этого дома Я бы поставил неразорванный армокаркас, который вы видите, делит первый, второй этаж И даже в той области, где большое окно заложено Но ничего этого нет И вероятнее всего дом еще и перекрыт чем-нибудь тяжелым на уровне первый, второй этаж Поэтому самая главная идея у нас с вами возникла о том, строить этот мансардный этаж второй или не строить В итоге, видите, вот там конструкционные работы ведутся для того, чтобы сделать вот этот скошенный потолок этого мансардного этажа Вместо того, чтобы он был обычный и плоский, если бы доложили дополнительных два редоблоков В итоге, в этом месте крыша, получается, усложняется И также эта крыша, потолок этого второго этажа Ведь также вы понимаете, что его балки должны еще и нести нагрузку самой крыши Самой стропильной системы, самой кровли Этот потолок должен держать на себе еще фактически всю крышу Потому что крыша ведь рассчитывается еще от снеговой нагрузки Снега может быть много Я видел такие дава, на которых лежит сразу полтора метра снега Это вот по духу я такие сказочные моменты видел Представляете, что вот это все Вот это вот стропила и стойки, они должны на что-то опираться Но если под вами вот такая легкая крыша, которая утеплена чем-то легким В общем-то это фанеры и доски То все стропилы должны вот именно на это опираться Но места опирания, видите, вот там теперь красные вот эти кружочки мигают Это как раз все места, где вот это вот потолок вашего второго этажа Но должен быть именно, проходить через это должны какие-то стойки Все это должно действительно каким-то образом нарушаться, чтобы держать саму крышу И вот как раз в это место закладываются все вот эти вот проблемы Потому что сделать целиком полностью распорную крышу, как в данном случае на таком большом доме, не получается И даже легкий скос вашего потолка, все равно это получается уже нестандартный потолок Как у обычного дома И теперь вот все вот это нужно дальше как-то достраивать И как раз вот в этом месте будут разорваны все вот ваши мембраны, которые вы уложите Вы видите, мигают там такие места, где в итоге выходит пар В итоге ваша крыша в этом месте будет дышать Она будет выпускать из себя воздух, будет влажный воздух заполнять этот пирог утепления из дома Он все равно будет приходить, этот влажный теплый воздух Под потолком любой комнаты есть влажный теплый воздух, который вы выдыхаете Один стакан воды в день человек выдыхает просто при своем дыхании Подышите на холодное стекло, на нем образуется туман Это вода, которую вы выдыхаете И не спорьте со мной, если я вам говорю какие-то уже известные факты В итоге, упрощая свое строительство, сэкономив три ряда блоков При незначительной стоимости подобной пачки материала И работы строителей в течение, ну возможно даже одного дня Вы обрекаете себя на строительство вот такой вот крыши Вы считаете, что вы сэкономили какие-то деньги И вы просто нашли себе большой геморрой на свою, как говорится, любимую попу Но теперь получается, ваша крыша уже не вот такая, как некоторые говорят Ложевая деревенская крыша, в которой засыпано что-то У меня поверх моих плит перекрытия на втором этаже засыпана огородная земля Кое-где глина В итоге получается, засыпалось 40 сантиметров Теперь там 30 сантиметров утрамбованной земли Многие засыпают шлак и все что угодно И действительно это работает веками, годами Придите в старые города, поднимитесь на крыши особняков, которые строили купцы и графья И вы увидите, что там все засыпано этой землей и строительным мусором в виде стружек и опилок Многие забивают это все смесью глины с опилками Вот так все просто замазывают Просто действительно получается как бы глинобитная крыша Это тоже эффективно по регионам, в зависимости от того, где вы строите Главное, чтобы ваша крыша выносила подобную нагрузку Если она нагрузку не выносит, то действительно засыпает просто стружками и опилками Старый дом моего деда засыпан 40 сантиметров стружкой и опилкой И больше ничего, и мыши там никакие не живут В итоге надо понимать, что подобные дома люди строят, считают, что это материал легкий А раз материал легкий, значит можно его поставить на какой-то легкий фундамент Неважно на три ряда блоков, выше вы подняли его до полноценного второго этажа Либо не поднимали до второго этажа Но сейчас я хочу затронуть одну проблему Люди упрощают свое строительство, а именно все проблемы возникают от упрощения строительства От перенимания какого-то злого, вредного или так сказать злонамеренного опыта Который действительно распространяется, чтобы навредить возможно даже целой нации или целому государству В итоге люди ведутся на какие-то технологии, упрощая свое строительство В расчете, что дом их будет легкий, ничего не будет весить И потом вот на эту вот плиту, которую строили абы как и абы из какого бетона и арматуры Ставят дом из хрупкого материала Из хрупкого альтернативного материала, который не подтверден своим сроком службы А потом, когда я приезжаю послушать их слезливые речи, они показывают такие трещины И говорят, почему, за что, за что нас так наказали Может быть материал плохой, может быть мы можем кого-то наказать Может быть еще что-то А если поднять к небу глаза, как говорится, к потолку То видно, что дом из подобного материала нагрузили плитами перекрытия Я даже видел плиты перекрытия длиной более 10 метров Представляете, вот на таких домах Кто считал такие нагрузки, кто выдавал такие проекты И кто вообще строил такие дома 10-метровая плита опирается вот на такие вот стены Это как тот самый оконный проем, который не обрамлен бетонными Бетонными, железобетонными стойками В итоге, как же можно строить то, что вы сами не понимаете Из того, чего вы не понимаете Из этого материала можно построить дом одноэтажный Который будет перекрыть легким перекрытием Но если в этом доме не установить ничего более-менее прочного Как вот видите, сейчас опять мигают вот эти вот армопояса В этом доме То не важно, как ваш дом построен Доведен его второй этаж до полноценного второго или нет Выглядит он красиво со скошенной, с более крутой крышей или нет Абсолютно не важно Вот в данном случае вы видите Получился дом такой вот с крышей, но чуть-чуть круче А если бы добавили немножко больше материала Получилась бы она такая менее крутая Ну ладно, можно построить крышу и повыше Но в итоге вы понимаете, уважаемые зрители Что весь разговор в данной идее идет в экономии жалкой пачки вот этого материала И в одних сутках работы какой-то там бригады Уважаемые зрители, вы должны понимать Что по меньшей мере глупо доверять сразу какому-то проекту Который попал в ваши руки Просто какой-то альбом со словами проекта Какими-то печатями, которые вы видите на его чертежах Потому что возможно это все действительно фикция или филькина грамота Вы должны тогда найти тех людей, кому вы доверяете Показать вот то, что вы хотите построить Просто привести человека на свое место, на свой участок посмотреть А вообще можно ли этот проект строить на вашем участке, на конкретном месте Вообще пригоден ли он вообще даже к тем условиям, какие есть И даже к тому, какие исследования грунтов вам были произведены Потому что исследование грунтов производится отдельно А проект, который вы покупаете, это совсем другая история Я называю вот эту вот работу экспертизой ваших намерений Если экспертиза ваших намерений не была произведена И вы взяли совершенно проект из другого источника И хотите его приладить к вашему участку То возможно вас ждет фиаско в строительстве Слушайте советы умных людей Подписывайтесь на наш видеожурнал Горячий Мастер Расскажите о нас своим друзьям и знакомым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!